теперь вот это вот мне прислала дамы, которой я дружу. Немножко тема другая, но она как бы как бы она срочная. На этой неделе начал работать бесплатный круглосуточный колд-центр. Вы знаете, это по всей стране. Оператор приезжал, мы пойдем в вопросы. Вот номер, по которому можно позвонить. Ну и что я позвоню, скажу, у меня лучший сад в России. Куда он меня пошлет? Правильно, если он серьезный мужик или женщина, он меня пошлет в Академию наук. А куда меня пошлет Академию, я знаю. Меня уже несколько раз посылали. Вот. Для приема коротких, сжатых вопросов в голове государства России. В общем, все тоже. И вот мне несколько человек прислали вот эти вот. А один самый, я считаю, толковый, грамотный вот так написал. Значит, а вы возьмите, именно задайте этот вопрос таким образом, чтобы открутиться не могли. Господа академики, где находятся самые главные прикосы в сад страны? Да, к вопросу. Где собрана вся уникальная коллекция отечественных сортов? Где фотографии полосящих деревьев с этого сада с плодами до 330 грамм? Кто его растит и развивает? Назовите фамилии и как с ними связаться. Вот. Почему на выставке Международной конференции по инновационным технологиям в Москве в 2007 году, кроме нас, сибиряков, с Иваном Байкалом, никто из полутора сотен учреждений в разгар плодотношений именно абрикосов в середину июля в Европе не прислал ни одного плода? В середину июля. Причем обилие Мишин-Черешин поражало. Почему их не интересуют сибирские сорта? Образцы роскошными абрикосами с морозоками до 40 грамм. А они есть не только у меня. Сейчас готовлю добротный фотоальбом с этими фотографиями и комментариями. Сидите за сайтом. Примечание моих продвинутых в интернете друзей, процентов нарушенных людей. Прошу найти адреса чиновников от садоводства. Скопировать на прайке в своих адресах. Ответы, хотя вряд ли в ответ это опубликуем. В общем, получается так, что это не совсем я, это коллективное творчество. Но я сказал своей подруге, даме, я ей больше обращаться не буду. Почему? Книги, диски, статьи, 400 статей. Все это было выслано. И в администрацию президента, и в научное ТВ, и знаменитым журналистам, и президентом Путина, президентом Лукашенко. Никому дела нет. И еще, знаете как, я просто оправдываюсь, потому что на меня буквально давят. Протяните руку, и вам подглут ее. Ага, сейчас, значит, Медведев, я рассказываю, который давно баллотируется на пост президента России. Вот, неравнодушный человек моего взял, который ему выслал диск, а там сотни фотографий, вот тех самых, невиданных в России. Вот, Влад Дор говорит, пожалуйста, обратите внимание, надо обследовать, разобраться и это, двигать науку. Вот, вам это, диск тут прорезанного. Вот, вот, якобы, ну, я верю, что это правда. Медведев якобы взял диск, а это была предварительная речь и общение с народом. Значит, дал секретарю имя, говорит, вот сейчас выберет президентом, займемся. Вот, а теперь я вам покажу, это мое право, это моя боль. Значит, как со мной расправился журнал «Прицательное хозяйство». Вот, время прошло, обидно стало жутко. Я дружил со одной дамой, боюсь в фамилии сейчас говорить. А другая дама, у нее была, погоняла простокваша, которая утверждала, что модератор – это функция, а на самом деле взялась меня травить. То есть, как это было выглядело. Вот, сейчас я вам скажу, а то, почему. Я обрадуюсь перед теми, кто думает, сейчас это тут же железо, тут же поднимут защиту, тут же государственную премию. Ну, государственную не дадут, то есть эту Нобелевскую. Ну, государственную тут же дадут. И вот снова сможет работать. И вот на сайте «Прицательное хозяйство», а там вот так гигантская переписка, вот, опубликовали вот эту фотографию, 13-й год, вот. И якобы я заявил следующее. То есть, это все прямо скопировано оттуда, скопировано, заметьте. Это якобы я. Тысячи академиков со всего мира шлют мне гневные письма. А у меня не бывало на урожай, кто прав? Кстати, тысячи человек шлют мне гневные письма. Это, тут же мои друзья. Это не железо. Смотрите. Дальше. Через несколько, смотрите, через несколько цитат. Академикой всего мира выступает против моих трудовых постулатов. Вой облип. Вот. А я еще не знал, еще несколько месяцев не знал. А человек придумал, как это была самая такая хитрая подлость, подлая хитрость. Значит, самые настоящие мои постулаты вставляют тут же, и получается, он как бы подчеркивает, что я, якобы я, что я такой умный, они все дураки. А по постулатам действительно получается, что я как бы выдался из этой толпы. Ну, вы помните, как Путин это, прямо в открытом, в прямом эфире этого, кого? Президент Академии наук? Как он сказал? Вы что, с ума сошли? Вы кого, академики, вы избрали? Генерал-эмерицы? Вот это было. И вот получается следующее. То есть это действительно там, кто кого угодно могут выбрать. И вот получается, что человек вот это вот выпитил меня, и потом уже, не знаю, слышит меня реплик или не слышит, главный редактор этого. Меня же потом заткнули полностью. Меня перестали печатать все журналы газеты. А реплик, наоборот, начал печатать. Не знаю, почему, да, что я не понял, почему это самое. Все послушались, а он нет. И вот тогда, и вот тогда, значит, это продолжалось несколько месяцев. Я читал потом, я зашел, говорю, вы посмотрите, вас позорят. Схватился за голову, пиво, едол, боже мой. И там же несколько раз подскакивали, это не Железов. Смотри, это не Железов, это не Железов. А вот эта простокваша подденькая, это самое, редактор, что ли, как их там. Вот. Забавил наоборот, а потом мне еще звонили. Нас не дают высказаться. Это же вся подлость. А они же, этот чек, который от моего имени, якобы, подло было сделано. А цитаты-то мои. И они действительно толковые. Вот. Но после этого, чего получилось, а профессиональное хозяйство тогда было суперпопулярно. Там не стеснялись печататься, меня печатали. До этого, до этого. Вот. До этого случая. А потом, перед этим сотворить величайшую провокацию, подлее не бывает. Они тогда взяли, печатали еще профессоров, академиков. И вот тогда, когда вот это, весь мир вот это узнал, что Железов наглый, подлый, или как он там. Вот. Тысячи академиков пишут генерные письма. Академики выступают против... Да они не знали ничего вообще, что Железов существует. Вот что самое. И сейчас не знают. Вот в чем дело. Проскакивает, да, что-то. Но как проскакивает? Вспомните, как я обращаюсь к реплику. Как там было? Железов проходили. Вот это было. И куда мне теперь соваться? И теперь вообще мне хода не дали, не дадут уже никогда. Вот это самое, это самое. Вот. Ну и наконец, это уже второй я получаю. Я получал диплом, похвастался. Мы будем ждать ваших работ. Значит, мне оргкомитет, значит, это самое, высылает диплом участника. Ну, в виде этого, виртуальный диплом. Вот. Вот он. И это все. А мы с братом думали, а вдруг заработаем премию, а вдруг миллион рублей, а мы этот миллион поделим, часть пропьем, я вот так полушудя говорю. Вот. На лекарства потратим, а там, глядишь, может, землю прикуплю, еще что-нибудь. Вот. Вот это тот диплом. Вот этот диплом. Мой долг, я считаю, моральный, а потом опять пойдем по теме. Все такое случилось, когда я дружу еще с одной дамой. Она мне очень нравится. Вот. Она толковейшая. Вот. Многие из вас ее уже знают. И я даже близко не буду довекать, о ком идет речь. И вот она знает, что... Не то, что мне тяжело жить. Не тяжело жить, потому что я помогаю. Вот мед я получил, да? Это я говорю супругам, этим самым, которые прислали мед. Капустину. Вот. Где ваш мед? Пять семей отдам, где нет ни одного мужчины, зато куча детей. Вот все, ваш мед разошелся. Вот. Это только последний пример. А сколько детей я одела на зиму? Вот сейчас, когда Сарградцы и Морозы завтра обещали. Вот. Понимаете? И вдруг мне женщина от всей души говорит, да вас запросто, вы завтра будете в деньгах купаться. Я говорю, что? Как? Откуда? Какой дурак мне это? Или какой наивный человек? И вдруг, здрасте. А вы знаете, вы сейчас пять тысяч, начинайте, пять тысяч высылайте, я вам дам координаты. Вот. Вы завтра получите десять. Я говорю, с каких это самое? Я ни разу в жизни не участвовал в этих, как они называются правильно? А в пирамиде я не участвовал. Видите, какая-нибудь? А я говорю, это же то же самое, как когда она рассказала, пять отдал, десять получил, вот она меня сейчас уговорит, она еще получит, потому что меня уговорила. Вот. Давайте быстренько всех своих подключайте. Я говорю, что, бомброди, это, с гроба вышел. А вы знаете, бомброди-то был ни в чем не виноват. А вы знаете, когда его арестовали, или там это, судили, несколько грузовиков, денег вывезли. А сейчас возрождается это, как кассово за его помощь, мы все помогаем друг другу. Я ничего понять не могу. Я законы физики знаю, а тут убыло, а тут прибыло. И ни одного рубля не прибавится. Я говорю, побойтесь Бога, мы с вами дружим, как вы можете мне это советовать? Когда? Это, после моброди, после того, что, а у нас миллионы доверяют, миллионы, они верят в это, и такое соблазн, заработать, не работая, заработать кучу денег. Что было потом? Самоубийство. На улице оказались. Быстренько сейчас продам квартиру, сейчас, а потом две куплю. Вот. Что было? Что творилось? Вешались. На улице оказывались. С ума сходили. И эта женщина, она искренне верит. Ну, я же заработала, ко мне деньги-то идут и идут. Я такой же, первое, это от тех идут, которые поверили вам, в том числе и вам, и это. И потом-то, когда лавочка закроется, первое получат, организаторы получат. А люди так отходят. И вдруг оказывается, эта штука работает. И со мной разговаривал, одна, я даже имени говорить не буду, обидится капитально. Но я обязан вас предупредить. Ну, еще сейчас, если среди нас есть люди, которые очередной раз поверили и опять купили, вот. Как я говорю, ну, поймите, зачем же вы покупаете персики, которые замерзнут 100%, а они даже не скрывают, что с юга достать. А вы знаете, а вдруг? И вот таких людей у нас до сих пор миллионы. Я вас умоляю, ребята, кто еще где-то ходит, это подлая вещь. Вот. А она еще, та же касса, у вас был, Валерий Константинович, касса взаимопомощи, в этом самом. Сегодня одному собрали, деньги завтра другому. Я думаю, хоть один рубль-то прибавилось, кроме тех, кто собрали. Все, реабилитировали, но вроде этого подлеса. Я не имел права промолчать. Хотя бы одного упредить, хотя бы одного. Опять возрождается это все. Так, надо менять тональность и поспокойнее быть. Владимир Тотаров. Владимир Александрович, привет. Я так понимаю, это не совпадение, это ваше письмо. Осталось разговаривать полчаса. И это очень-очень еще одно. То письмо было важное, да? Памичурины, пять лет взрослого дерева плодоношения, или вот как я, на второй год, на третий, там разобрались полностью. Если... А, все, повторять не буду. Итак, читаем письмо Тотарова. Важнейшее, иначе это не у трудней будет. Здравствуйте, Владимир Константинович. Кстати, чтобы сразу сказать, почему я знаю его имя, отчество, это наш ионогорский чудотворец, настоящий причем. Вот. Здравствуйте, Валерий Константинович. Посмотрел ваш вебинар, я в полной растерянности. Как же так? Еще, наверное, с год назад я смотрел ваш вебинар, где вы утверждали, что саженец однолетний, если заложить цветочную почку, это он готовится к скорой гибели, и поэтому он стремится побыстрее дать потомству. А сейчас вы говорите, что привитый толстым червяком саженец вырастет большим, заложит боковые ветки и много цветов. И как это хорошо. В этом плане я с вами полностью согласен за исключение, что это заслуга толстого червяка. Я считаю, что это заслуга подвоя, корень выгоняет саженец. По поводу цветочек у меня с вами даже был весной телефонный разговор-спор, где вы мне доказывали, что такие саженцы долго не живут. Странно как-то. Так, ну что, ребят, будем разбираться. Дело в том, что вопрос-то непростой, и в то же время на него с ним надо разбираться. Вот. Давайте так. Значит, будем различать опять же сельцевое, то есть с консички семечковые речиные и привитые. Значит, у нас часто случается так, что, допустим, саженцы все вроде бы одинаковые. Ну вот 10 штук взяли, посадили, и 10 штук растет. Вот они растут первый год. Уже видим что? Уже видим. А вроде условия одинаковые. Почвы одинаковые. Растут рядышком, полметра между ними. Смотришь, один нормально растет, вырос на метр, и все. Это же получилось нормально. Это зародыш, он дал первый побег, который потом начнет вот так вот, на второй год. смотришь, тут же рядом растет саженец, у которого уже крона готова. То есть, он уже ближе к плодоношению на целый год. Я проверял на сотнях, поэтому знаю, что говорю, поверьте. Вот. это значит, что он на год старше и хочет быстрее от плодоности. Чудо. Внимание, сейчас покажу. А ладно, дойдем, дойдем, дойдем. Я подготовился к разговору. А на нем уже цветы. И это мне говорит. А он не собирается просто расти. У каждого дерева есть своя программа. если не мешать ему, если он на историческом родине там это не часто так случается. А у нас где холодный край, где неподходящий климат, дождь, не дождь, засуха, почва неправильная, вот, солнца меньше, больше. И тогда получаются разные результаты. И когда я говорю, что тот, который зацветет, а привитый еще и быстрее может зацвести, это-то еще редко бывает, когда однолетка цветы закладывает. А привитые постоянно, вот, но не всегда. И вот получается, что один торопится дать урожай, а второй не торопится. И тогда я не говорю, что он обязательно помрет. Нет. Но он на всякий случай готовится дать потомство, и ему не до роста. Тогда для нас мы же с вами кто? Садоводы. Я в данном случае не говорю, торгаши. А мы садоводы. меня как торгаши это касается еще потому, что я говорю, садоводы мощный вырасти, а вот зараза начинается, сразу цветение уходит. И тогда получается садоводы не полноценны. Но я сравниваю, а с чего ты вдруг цветами покрылся? А? А почему ты не хочешь расти? Так. И тогда я понял, так что вот тут начинается разночтение и начинается ну, назовем это гипотезами. Идем дальше. Это просто подвернулась фотография обидно плодосящей груши. Просто, да? Вот. Для чего она здесь? Ну, вот это нормальное дело. Вот это пришел срок, она плодосящит, но она вначале выросла. Так. Вот это вот груша в виде у меня есть еще фотографии другого года. Это в виде скелетной прививки. Если вот это дерево, вот это основное, это нарядная эфимова, шел уже четвертый год, а она все плодов не была, привитая. А привитая наоборот в крону лада, это когда это был самый первый лады, она сразу растение не стала, заплодоносила. Так. Ну, кстати, кто-то считает, что скелетной прививки не дождешься урожая. Ну, вот, пожалуйста, на второй год, а потом на третий год такой же урожай, и верная смерть на четвертый год. То есть, сравнив, это хоть бахадает, пришла парада, пятый, шестой год заплодоносила, а вот это, которая дала обильный урожай, на третий год была мертва. То есть, получается, первый год она выросла ветка, небольшая, 20 метров, второй год она покрылась плодами, третий год плодами, начнёт и год вернула. Вот этот пример. А теперь смотрим сюда. Вот это семечковая культура, яблонька, да? мы имеем в реальной жизни что? Мы имеем подвой, он длинет года два, например. Так. И мы имеем в виду веточку, на которой цветочек почек вроде бы не было. Обыкновенные почки, самые обыкновенные, уж я-то не стал бы проявлять цветочек. Вдруг, это я считаю, как сказать, реакция дерева, она действительно, и действительность херовая. Его искалечили, его присобачили на чужой подвое, ещё на дикий. Вот. Раз. Что? И получается, расти особое желание нет, но надо дать урожай. И тогда произошло то, что я считаю, это мое наблюдение многолетнее, и сто разовое, подчеркиваю, сто разовое. То есть я видел такой, ни раз, ни два, ни пять, сто раз видел. Это когда меняется программа у почки. А почки есть ещё и зародыш, в самой почке, ещё раз говорю, не у семечка, а у почки. Я про это сколько раз говорил. и вот тогда вот этот сородыш даёт цветок. Внимание. Видите? Это однолетний самый цивущий год не исполнится. Это называется, что существует, я не знаю, сколько их, это надо ещё тысячу лет, чтобы подвести статистику. Потому что это редкий случай. Но какой-то третий случай, о чём говорит? о том, что некоторые почки, а тут в помине не было цвета, цвета, это, это не плодовая. И это не плодовая. Случилось перерождение. Дереву захотелось выжить. Дереву захотелось дать семя. Не нам это яблочко. Вот. Кстати, это опор. И оно должно было дать семена. Ради этого перестроилась программа. Вот о чём мы разговаривали. Вот. Но это ещё не весь разговор. Вот. Сувенир Востока. Иногда такое случается, я такие саженцы мне попадаются на рынке. У них все силы цветения уходят. Вот. Причём видите, какое это я это называю знаете как я это называю химера. Почему? Если вот здесь допустим слева и справа нормальные цветы, ну на второй год завоз заполнил, почему нет. А вот то, что вы видите в центре, вот этот вот самый букет цветов, да, это химеристые цветы. Почему их огромное количество, когда столько почек там поменей не было. Ну там где, вот на этом участке несколько сантиметров, ну пару почек, пусть даже цветочных, ну пара, но не сто, это сразу сотни. Это особый случай, что, почему вдруг пробуждается запасная программа, если вот эта вот перечная программа, цветение, да, пару плодов, тут будет, тут пару, вот, а здесь может быть плодов вообще не будет, но дерево испугалось и из самых тайников жизни, из самих зародышей, которые уже не в клетках, не так, не в почках, а в клетках, в каждой клетке есть зародыши. В каждой клетке это против Мичурина, нет, не так, Мичури ни по чему, это против Дарвина, вот, но вы видите это наглядно, и попробуйте сказать, что это не так. Вот, еще смотрим, еще есть вариант верхушечных почек, это отдельный разговор, вот сейчас мне уже не хватает на это сил, верхушечные почки слабее, урожай дают хуже, морозом подвергаются чаще, вот, и я наставил на том, что, помните, в письме ко мне Владимир Александрович написал про нижние цветочные, про нижние это, фрагменты, там действительно получается мощное дерево, теперь надо остаться подеть друг друга, он говорит, только благодаря подвою, а, я говорю, подвою и прямую, потому что, вот, вы видели фильм, да, и, по-моему, на прошлом вебинаре я показывал фотографии, человек мне заказал, и уже второй, еще белорусов заказал, вот такие, вот, еще толстые, до двух сантиметров, как он и будет, если он только почки вырежет, и попробует примить почкой, вот, но это обычно к осени делается, так, зачем, по-другому не лето, не знаю, он мне этого не сказал, вот, или он и правду, возьмет, вот, через нож, вот такие, вот, еще толстые, умудрится, хороший ножом, вот такой, получается, длины, косой срез, накладывает, второй такой срез, вот, естественно, что уже, не сшивая, вот этой вот пленкой, помните, который, как сопли, а хорошей пленкой, полихлоруиниловой, в крайнем случае, полипропиленовой, вот так туго обладал, и если живется, один к одному, то есть, получается, и подвое, благодаря ему, подвое же тоже должен быть вот такой, раз он заказал вот такие, вот даже вот такие заказал, все такие, но и прямой ему должен соответствовать, то есть, тоже вот такой вот, то есть, и Володя прав, Владимир Александрович, и я прав, вот, и действительно, я показывал такие фотографии не раз, получается, мощнейшие саженцы, а, а вот это вот, вот эта химера, тут спросите, такого не получится никогда, для этого нужно подобрать подвой, и прямой, что-то я разговаривал, а, еще пожалуйста, видите как, сразу, когда такое бывает, вот, сразу прошло, цветы, по отношению, плодосить будет хреново, дай бог, один плодик, вот, но, эта почка, еще один момент, Владимир Александрович, не каждая почка, какая бы ни была, веточка красивая, не каждая почка, ростовая, и так, почка бывает, чисто ростовая, а я же делал, как, две, три, две, три, две, три, и потом сравнивал, и показывал, и у меня такие фотографии в сотни, для будущих студентов, вот, одна ветка метр, вторая, полметра, третья, явно, это, плодовая, вот такая вот, вот, так вот, когда, бывает, чисто плодовая, вот, такое вот чудо вырастает, и, наконец, это касается, и в данном случае, и еще, если брать шире, шире, можно решивше, вот это вот сажение, с кем-то из вас был посажен, видите, вот, он был посажен, значит, рос, 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 быстренько зацвел, чтобы не умереть, вот, что я еще имел ввиду, Володя, вот, так, Владимир Александрович, и, он и правда собрался умереть, так, но, быстренько дает, урожай, в нижней части, вот, а, к сожалению, хорошо этот человек, который мне прислал фотографию, их не отрезал эти все, потому что полагается все отрезать, а вот этот прием, отрезание нижних скелетных веток, одна из страшнейших ошибок всей науки, всей, потому что именно так, плодопитомники, которыми торгуют и кормятся, именно вузы, и не и, они все, имеют искусственные штампы, это значит, стоит только подмерзнуть дереву, возрождаться нечем, потому что, скелет начинается, где-то, вот, и как нас мордой тыкали, да, брат мой, Юрий Владимирович, как нас мордой тыкали, отрезали, на наших глазах, совет давали, отрезать, вот такие вот скелетные ветки, вот, на которых держалась почти вся крона, оставляли центральные, вот, с такими страшными тремя ранами, или четырьмя, вот, и чтобы оно подносило, начинался штаб, и еще и цитата, 50-90 сантиметров, а я вам показываю, у меня еще одна таких фотография, еще и сотни, еще сотни, так, прошу прощения, извините, так, поехали дальше, ну, частенько, полнотолшение бывает вот такое, ему не надо бояться, тут советуют, часть цветов, буквально в смысле, оторвать, проведите, оторвать, они отпадают сами, я ни разу не видел, я не говорю, что он обязательно погибнет, чаще всего, да, такие случаи бывали, но очень-очень редкие, и они не стоят того, чтобы специально, ведь попробуй, угадай, какие отрезать, какие оторвать, и те оставить, вот, заплодоносит, вот, зацветет, как хочет, а потом, 99% осыпется, а, на самом деле, на самом деле, это обычная прививка, и что получается, сейчас я вам покажу, и мы на этом закончим, потому что тема не закончена, Владимир Александрович, вот это вот, дерево, которое совершенно, жиденькое, жиденькое, оно и продано не было, это жиденькое дерево, которое стремится, побыстрее, дать урожай, и совершенно не хочет давать скелет, то есть, расти, вот, такое случается, нередко, не угадали с почкой, не угадали с подвоем, возможно, подвое, не полная биологическая совместимость, и это тоже, кроме того, что вы говорили, от подвое зависит, от прямое, и зависит от соотношения, процент какой совместимости, подвое и прямое, если 100, мощный рост, а вот то, что вы видите, скорее всего, и желание дать урожай, это и есть то самое, неполноценное дерево, неполноценная, биологическая совместимость, и полноценная дерево, и всегда... Продолжение следует...